Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Я думаю, во всяком случае, как довольно-таки вероятный сценарий, Николай Пашинян подразумевает такое развитие событий, что вопрос достигнет до этапа референдума. Но, конечно, сказать, что это уже принятое окончательное решение, я не берусь, потому что, как мне кажется, Николай Пашинян просто пытается с этой темой вести политическую игру в этой непредсказуемой ситуации, которая сложилась не только в регионе, но и в мире целом. Так что дальнейшее развитие, по-моему, будет зависеть от этих глобальных факторов. Мы видим, что Азербайджан даже публично говорит об этих претензиях к Армении, но я считаю, что вопрос здесь не претензий и не требования Азербайджана, а то, что, по-моему, эти требования, так сказать, принимаются косвенно или в прямом смысле легитимно, в частности западных акторов, и они пытаются убедить Армении, что, пойдя на такой шаг, можно достигнуть того, что Баку возобновит свое участие в процессе переговоров на западных площадках. И мы сегодня видим, что председатель Европейского совета Шарль Мишел, говоря о том, что он поздравил Алиева с досрочными выборами в Азербайджане, еще заявил, что приветствует готовность Азербайджана возобновить брюссетский переговорный формат. И тут наблюдается, конечно, вопрос, Алиев действительно заявил такую готовность и какая цена этой готовности, потому что мы знаем, что Алиев отказывался продолжить переговоры на западных площадках. И если сейчас Мишер заявляет, что есть готовность, и он приветствует эту готовность, то возникает вопрос, а может эта готовность появилась после того, как Армения, в свою очередь, заявила о своей готовности поменять Декларацию независимости и Конституцию Армении. Вот эти вопросы, конечно, появляются, и я думаю, что эта тематика сейчас актуальна в этом глобальном смысле, потому что тут не только вопрос требований Азербайджана.